Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг. Сегодня я покажу вам офигенный фокус Дэвида Блейна. Ну и конечно же расскажу его секрет. Обязательно поставьте лайк на это видео. Давайте наберем 1500 лайков. Мне будет очень приятно, я выпущу для вас еще несколько фокусов от Дэвида Блейна. Также подписывайтесь обязательно на новые фокусы, чтобы ничего не пропустить. Мы перемешаем колоду карт. В этом фокусе нет вообще никакой подготовки. Мы можем также дать зрителю помешать. Это может быть колода зрителя. Допустим он помешал и подснял. Он остался доволен и мы даем ему выбрать абсолютно любую карту. Никакого навязывания, ничего. Он мог взять вообще любую. Он ее запоминает. Мы ее не смотрим. Допустим он запомнил ее. И просто пока что держит у себя. И мы просим его закинуть ее куда-нибудь в центр. Вот сюда допустим. Теперь мы просим его назвать свою карту. Он называет Тройка Буби. Мы щелкаем и нам нужно отсчитать по буквам его карту. Т-Р-О-Е-К-А-Б-У-Б-И. И таким образом мы нашли карту зрителя. Вот так. Не знаешь где купить самые лучшие карты для фокусов? Я подскажу тебе. Магазин 54картс.ру Самые качественные, оригинальные, лучшие колоды карт по самым низким ценам. Доставка в этом магазине просто улетно космически быстрая. Каждый найдет колоду по душе. Лично я рекомендую Байсикл Стандарт. Особые везунчики, живущие в Москве, могут посетить физический магазин. Чего же ты ждешь? Переходи по ссылочке в описании и заказывай лучшие карты в лучшем месте. Фокус действительно без подготовки, но желательно убрать двух джокеров. Вы можете это сделать прямо при зрителе. Ничего такого в этом нет. Можете помешать колоду. Зритель может помешать колоду. Вам абсолютно без разницы. Можно подснимать, мешать, что угодно делать. Желательно, чтобы колода в итоге оказалась жива. Особенно если это ваша колода. Что мы делаем дальше? После перемешки нам нужно, чтобы зритель взял любую карту. Но здесь все будет зависеть от того, какую карту он взял. И именно поэтому он нам ее и называет в фокусе. Давайте возьмем какой-нибудь пример, то есть какую-либо карту. И на ней я вам объясню, как это приблизительно работает. Потому что с каждой картой фокус будет выглядеть немножко по-разному. Но при этом, если вы покажете одному зрителю, ничего страшного не будет. Так он увидит только одну версию. Допустим, он взял восьмерку черви. По сути, в названии этой карты 11 букв. То есть, смотрите, 8 черви. 6 плюс 5, 11. И эта карта идеально подходит. И она покажет фокус во всей красе. Что мы делаем, когда зритель выбрал любую карту? В момент, когда мы даем ее ему выбрать, нам нужно отсчитать 10 карт и поставить зазор на них. То есть, чтобы мы смогли их потом легко отделить. Считайте пачками, чтобы это было не так заметно. То есть, допустим, по 3 или по 4 карты 2 раза. И потом 2 карты. Чтобы легко отделить 10 карт. После этого зритель выбирает карту. И мы ставим брейк на наших 10 отсчитанных картах. Обязательно. То есть, ставим вот такой мизинчик. Чтобы мы могли их потом поднять. И зритель положил карту. И мы накрыли именно 10. Чтобы карта зрителя оказалась на 11 позиции. Это важно. Можем вот так вот перехватить. И просто слистывая, когда зритель говорит стоп, скидываем с нашего мизинца. То есть, он пролистывает. Стоп. Допустим, здесь. То есть, на наших нужных картах. Он кладет. И накрываем 10 картами. То есть, карта зрителя сейчас на 11 позиции. Все. Ничего сложного здесь нет. Все готово для показа фокуса. Теперь мы начинаем отсчитывать карту по буквам. То есть, 8 червей. Прямо по буквам идем. И на последней буквы переворачиваем. Так как здесь у нас все четко. То есть, 6 и 5. 11 букв. 11 карта зрителя. Разумеется, мы просто ее переворачиваем. И все. Бывают и другие ситуации. Давайте их разберем. Давайте на рандоме чисто возьмем любую карту. Также отсчитываем пачками 10 карт в начале. Незаметно для зрителя. И даем ему выбрать любую. Допустим, он выбрал семерку пик. Смотрите. В чем прикол? Семерку пик можно назвать по-разному. Сейчас объясню. Кстати, мы можем еще вот так просто убирать карту в центр. И закидывать ее в зазор. Тоже будет вполне работать. То есть, показали, что она уходит примерно в центр. И теперь смотрите. Мы будем отсчитывать карту. Но можно отсчитать как? 7 пик. И карта будет 7. Это нам не подходит. Но можно отсчитать и по-другому. 7 пик. Добавив букв. То есть, смотрите. У нас будет 7. Это у нас 7. И пик. Это 10. Но это тоже не особо подходит. И мы можем отсчитать еще по-другому. 7 пики. И это будет вполне нормально. Все так говорят. И никак не вызовет никаких подозрений. То есть, 7 пики. И на последней букве будет эта 7. То есть, вам нужно будет подстраиваться каждый раз под карту. Именно поэтому зрители будут нам ее называть. Чтобы мы смогли подстроиться и просчитать. Бывают, конечно, и очень тяжелые случаи. То есть, я не буду сейчас вам подбирать каждую карту. Но разберу каждый случай по количеству букв. Допустим, букв получилось не 11, а 12. Мы также отсчитываем. Но ничего не переворачиваем. Мы просто берем эту пачку в руки. И делаем двойной подъем. Все просто. То есть, у нас получилась карта 11. Но отсчитали мы 12. Нам нужно просто перевернуть две карты вместе. Мы вот так вот переворачиваем. И все. Фокус готов. Но бывают и другие случаи. Допустим, количество букв 10. Мы отсчитываем 10 букв. Но нам нужно отсчитывать не вот так вот в ряд. А отсчитывать их друг на друга. Обязательно. То есть, мы будем отсчитывать вот так вот. Одну на другую, одну на другую. И так отсчитываем 10 штук. И просто накрываем колодой. И фокус все равно будет готов. Потому что мы накрыли. И логично, что карта оказалась сверху. И зритель к этому не прикопается. Также бывают очень и очень мрачные и грустные случаи. Самый простой пример. Мы берем какую-то карту. И она очень маленькая. И ее никак нельзя поднять по буквам. Ну, вообще никак. Допустим, Дама Буби. Вот как ее поднять по буквам? Никак. Но есть очень простой способ. Мы спрашиваем, сколько эта карта в Блэк Джеке. Разумеется, нам говорят 10. И мы также отсчитываем 10 карт. Накрываем пачкой. И все готово. То есть, выкрутиться можно здесь при любой карте. И от этого будет зависеть эффектность вашего фокуса. Поэтому советую его показывать не в самом начале и не в самом конце. Потому что эффект от этого фокуса непредсказуемый. Но он будет в любом случае. Также не забывайте о том, что масти можно менять. То есть, можно говорить не пик, а пики. Можно говорить не крести, а укорачивать и говорить треф. Ну и разумеется, также с картами. 10, десятка, там 5, пятерка и так далее. Я надеюсь, вы остались довольны этим видео. Обязательно поставьте на него лайк. Также оставляйте свои классные комментарии. И подписывайтесь на новые фокусы и их секреты для начинающих. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.